Искусство во имя благотворительности. В одном из заведений Наринмара проходит арт-неделя, в ходе которой гости могут рисовать картины. Организаторы акции продают их работы. Все средства от продажи картин пойдут на поддержку Центра содействия семейному устройству «Наш дом». Подробности в следующем сюжете. Здесь будет еще один персонаж, потом я уже расскажу подробнее. Наталья Рочева занимается творчеством с самого детства. В возрасте пяти лет девочку познакомили с кистью и красками в доме детского творчества. Дальше школа искусств. И сегодня Наталья также не забывает о своем увлечении и продолжает заниматься творчеством. Потолкнули на это родители. Ну, как всегда, обычно отводят. А потом просто как-то это зацепило. Естественно, начало получаться. И получалось достаточно хорошо. Педагоги хвалили, знакомые, родственники. Говорили, ой, как красиво. Ну, и, естественно, вот эта поддержка, наверное, сподвигла меня продолжать заниматься творчеством. Как и у многих творческих людей, на пути Натальи Рочевой были свои трудности. Переломные моменты. Желание все бросить настигла девушку в период школьных экзаменов. Но родные и близкие вовремя остановили Наталью, за что она им благодарна. И сейчас, когда девушка узнала о неделе благотворительности, решила принять участие. Это небольшая возможность заявить о себе, а также принести какой-то вклад в благотворительность с помощью своего именно творчества. Результат получился довольно необычный. Как говорит сама художница, эта работа построена полностью на фантазии. Руки заботливо обнимают, держат молодого человека. И вот как-то вот так вот получилось. Подобные мероприятия позволяют творческим людям внести свой вклад в благотворительность. С помощью каких-то даже базовых навыков ты можешь не только, допустим, принести радость человеку, который приобретет эту картину, например, но и также помочь в нашем случае детям из детского дома. Это, я считаю, что это очень замечательная акция. Организатором благотворительной акции стал индивидуальный предприниматель. Никита Яничев признается, что изначально планировалось организовать просто выставку работ местных художников. Но из этой идеи выросло нечто большее. Мы пообщались с небольшим количеством художников, которые сказали, как это должно выглядеть, из чего мы должны исходить, что должны покупать, что использовать. Собственно, закупились, сделали пространство, купить, что удобно, небольшое, в котором каждый желающий может прийти, внести вклад в благотворительность. Чтобы принять участие в благотворительной арт-неделе, гостю нужно внести символический взнос за расходные материалы и написать картину. А каждый любитель искусства может приобрести готовую работу. Человек может выбрать из тех картин, которые уже готовы, либо попросить на заказ. Мы абсолютно гибкие сделаем так, как хотят. Арт-неделя продлится до 20 февраля. Все средства с продажи картин пойдут на благотворительность. Василий Хатанзейский, Катрина Тайборей, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова